Здравствуйте! В материалах наших корреспондентов мы расскажем, чем запомнился 2017 год. О том, насколько уходящий год был успешным для региона, можно судить по количеству введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры. Это дома, школы, детские сады и другие социальные объекты, от которых зависит качество жизни в регионе. С обзором основных объектов строительства, которые были завершены или начаты в этом году, вас познакомит моя коллега Ирина Нежалова. В январе текущего года в поселке Усть-Кара официально открыли новый детский сад. Существенную финансовую поддержку при строительстве оказала компания «Газпромнефтшельф». История долгожданного здания для Усть-Карского детсада началась еще в 2012 году. Работы на объекте должны были закончить в 2014, но строительство затянулось на год. Затем была долгая передача учреждения в собственность округа. 1 сентября 2016 года дети пришли уже в новое здание. А вот официальное открытие состоялось только в январе 2017 года. Изначально были моменты определенного порядка, потому что все-таки здание стояло, оно же ведь вот в 2014 году, где-то 2015 год, вот и 2016 уже тут у нас вышло, оно стояло, поэтому система подачи воды, тут проблемки были и определенного технического плана. Но сейчас все стабилизировалось, она нормализовалась. В течение осени все привели в порядок, все там какие-то все недочеты, недоделки устранили в осенний период времени. Сейчас, как бы, слава богу, функционирует все. В Даринмаре в начале декабря ввели в эксплуатацию детский сад на 220 мест. В результате около 200 детей в возрасте от 2 до 3 лет получили места в дошкольных учреждениях. Здание детского сада возвели в максимально короткие для северного региона сроки. При строительстве в основном были использованы конструкции, произведенные на местном заводе железобетонных изделий Заполярье. Этот учебный год юные жители села Нижняя Пеша встретили в новой школе. Это событие стало поистине долгожданным для местных жителей. С тех пор, как снесли старое здание, учебный процесс проходил в трех местах – в детском саду, при школьном интернате и Доме культуры. Новое просторное здание позволило объединить начальные, средние и старшие классы. Нужно, чтобы ребенок шел с желанием в эту школу, и поэтому вот этот объем, то есть пространство тоже влияет на успехи ребенка в школе. В последних числах сентября долгожданное новоселье отпраздновали учителя и школьники поселка Красное. Согласно госконтракту, здания образовательного учреждения должны были ввести в эксплуатацию еще в 2014 году. Но по ряду причин акта приемки объекта подписали только в сентябре. За парты в новом Доме знаний сели 215 учеников. Мы учились вторую смену в сентябре, и для второклассников для нас было не очень удобно, а сейчас все мы будем учиться с первой смены. Просторные светлые классы, все в одном помещении. Большое спасибо за школу. Готовы к эксплуатации двухэтажная школа в селе Тельвиска, рассчитанная на 100 учеников. Ожидается, что официальное открытие объекта произойдет в начале 2018 года. Помимо строительства и ввода в эксплуатацию детских садов и школ, в округе строятся и другие объекты. Так, в октябре этого года в селе Коткино запустили новую ферму на 400 голов с технологией беспривязанного содержания. Объект за собственные средства построил колхоз Сула. Как обычно говорят, чтобы начать какое-то дело, нужен первичный капитал. Естественно, если бы не было этих средств, нужно было брать кредиты и за счет кредитов строиться. В нашей системе, как бы получается, мы одновременно еще и судно строили. И сейчас я рассчитывал, что судно достроим, аккуратно можно будет строить ферму. Ну, так же примерно и получилось. В поселке Красное также в октябре текущего года торжественно открыли молочно-товарную ферму на 100 голов. Большое спасибо строителям, нашим подрядчикам, в лице Терентьева Олегу Михайловичу, он представляет данную организацию строителей. Не считаясь со временем, с погодным условием, все-таки они возвели этот объект и сдали его нам в должном виде. В селе Тельвиско этим летом приступили к возведению нового телятника на 700 голов. Заказчиком строительства является Нинецкая агропромышленная компания. Завершить работу на объекте подрядчик должен к концу октября следующего года. Строительство ферм стало возможным благодаря комплексной государственной поддержке, субсидиям из окружного бюджета, которые получают аграрии на каждый килограмм реализованного или отгруженного на переработку молока. Фактически сэкономленные средства они могут вкладывать в развитие собственного производства. Говоря о новых объектах, нельзя оставить без внимания жилищное строительство. В текущем году были введены в эксплуатацию пять многоквартирных жилых домов на Ринмаре и поселке Искателей. Это 233 квартиры, общей площадью порядка 15 тысяч квадратных метров. 13 жилых домов были введены в эксплуатацию в населенных пунктах округа. Департаментом строительства ведется общая политика по строительству объектов на территории округа. И работа достаточно была сложная, но тем не менее мы считаем, что достойно справились с заданием, потому что жилые дома, которые были запланированы, практически введены все. Есть ряд домиков, которые отстают сейчас от графика, но строители наверстывают этот график. И к лету будет завершено строительство и на авиаторов, и жилых домов в Искателях. Подводя итоги уходящего года, хочется напомнить о том, что в этом году удалось решить проблему с двумя долгостроями – школами в Красном и Нижней Пёше. Работа по остальным объектам строительства продолжится уже в следующем году. Ирина Нижалова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Уходящий год, несмотря на экономические и финансовые сложности, оставил позитивный след и в социальной сфере Ненецкого округа. Трудности, с которыми столкнулся бюджет региона, не помешали ввести новые меры социальной поддержки населения и увеличить существующие. Одной из беспрецедентных по меркам всей страны мер поддержки стала 1-процентная ипотека. Программа льготного жилищного кредитования стала пользоваться популярностью с первого дня ее запуска. Жилищный вопрос для жителей Ненецкого округа по-прежнему остается одним из самых актуальных. Приобрести собственную крышу над головой и больше не платить кроме заработанной деньги за аренду жилья – мечта большинства жителей региона. Вот только справиться с покупкой жилья самостоятельно без ипотечных программ смогут единицы. Все остальные, прикинув размер платежа, по средней ипотечной ставке около 13% годовых сочтут эту идею несбыточной. Выход из ситуации предложило руководство региона. Спрос не заставил себя долго ждать. За 1-процентной ипотекой выстроилась целая очередь. Ипотека по цене аренды. Именно так позиционируется новая региональная программа. Для заемщика ставка по кредиту составляет 1% годовых. Разницу между минимальной и ключевой ставкой субсидирует бюджет Ненецкого округа. С начала действия 1-процентной ипотеки в отделение Московского индустриального банка в Наринмаре поступило порядка 200 заявок от желающих приобрести жилье на льготных условиях. Одними из первых счастливчиков, подписавших кредитный договор, стала молодая семья Журавлёвых. Чуть больше месяца ожидания и супруги стали обладателями долгожданной квартиры. С 1-процентной ипотекой у меня появилась возможность приобрести собственное жилье и уже переехать в свою квартиру. Не платить деньги, как говорится, чужим дядям и тётям для того, чтобы комфортно жить. В комфортные, а главное, собственные квартиры в преддверии Нового года переехали ещё порядка 50 наринмарских семей. За время действия программы с октября по декабрь 2017-го было заключено 54 договора на 1-процентную ипотеку. По информации управляющего отделением Московского индустриального банка Андрея Попова, на рассмотрении находятся ещё 118 заявок. Четыре договора запланированы к подписанию уже в январе. Поддержку в выходящем году ощутили на себе и пенсионеры Ненецкого округа. Речь идёт о повышении региональных доплат к пенсии, размер которых до настоящего времени составлял 2708 и 3100 рублей. С 1 ноября они увеличились на 400 рублей. Вот только получить увеличенные доплаты смогли не все пенсионеры. Более чем 1 тысяч человек было отказано в выплатах, так как ранее власти региона ограничили категорию получателей и отнесли к ней только тех пенсионеров, чей индивидуальный совокупный доход не превышает трёхкратной величины прожиточного минимума пенсионера. В него определили заработную плату, пенсию, социальные компенсационные выплаты и доходы от предпринимательской деятельности. Пенсионеры не согласились с ограничениями и через депутатский корпус добились справедливости. Инициатива была поддержана временно исполняющим обязанности губернатора Александром Тибульским. В связи с такими обращениями граждан, представленным проектом закона, предлагается с 1 января следующего года исключить из указанного перечня видов доходов пенсии, которые получают работающие пенсионеры, место работы которых расположено на территории Нинско-Автономного округа. Заботу в выходящем году ощутили на себе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Было принято решение об увеличении выплат на карманные расходы этой категории детей. Напомню, сегодня эта категория детей получает наличные расходы 400 рублей в месяц. Эти средства должны обучить детей экономному расходованию личных сбережений. Они тратят их на различные цели, приобретают декоративную косметику, оплачивают мобильную связь, покупают друг другу подарки. Поэтому маловероятно обучить ребенка экономии, выдавая ему несколько сотен в месяц. Понятно, что 400 рублей – это сумма, что же на маленькая ее хватает на одну от силы на две покупки. Поэтому в течение месяца, конечно, эту сумму расходовать детям очень сложно и тянуть эти деньги. Поэтому, конечно, ее нужно увеличить до 1000 рублей, соответственно, дифференцировать по возрасту. Инициатива омбудсмена была услышана, как и та, что касается появления в регионе официальной постинтернатной службы. О том, чтобы эта работа велась целенаправленно, системно и на серьезном уровне, говорили уже давно. Со следующего года за небольшую плату из окружного бюджета наставники возьмут шефство над ребятами, которые достигли совершеннолетия и вышли из стен детского дома, чтобы помочь им адаптироваться во взрослой жизни. Несмотря на сложности бюджета, в уходящем году был введен и еще ряд дополнительных социальных гарантий или увеличен размер существующих. К примеру, для неработающих жителей Неницкого округа, получателей страховой пенсии, по случаю потери кормильца, достигших возраста 55 лет, установлен льготный проезд к месту отдыха и обратно, а также оплата багажа один раз в два года в пределах территории Российской Федерации. С 25 до 35 тысяч рублей увеличен размер ежемесячной компенсационной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории Неницкого округа. Каждая мера социальной поддержки расценивается как забота властей о населении, поэтому жители Неницкого округа так чутко реагируют на все изменения, которые происходят в социальной сфере региона. Остается надеяться, что следующий 2018 год пройдет для нашего округа без потрясений и благополучие его жителей останется в приоритете. Производство минеральной воды, пошив эксклюзивных изделий из кожи оленя, выпечка хлеба и многое другое. В этом году в полку региональных предпринимателей прибыло. Зарегистрировано 257 новых бизнесменов. Для Неницкого округа, где еще недавно предпринимательство было развито преимущественно в среде торговли и грузоперевозок. Это значимый показатель. Теперь появляются желающие предоставлять услуги в сфере образования, медицины и сельского хозяйства. Давно известно, предприимчивость населения способна обеспечить достойный уровень конкуренции на рынке товаров, услуг и труда. Именно развитие сферы малого и среднего предпринимательства решает вопросы не только экономического роста, но и социального обеспечения населения, его занятости и трудовой активности. В Неницком округе сфера предпринимательства активно стала развиваться два года назад. Падение доходов бюджета из-за снижения цен на нефть привела к пониманию – необходимо создавать бизнес-среду. Она более восприимчива к изменениям в экономике, гибко и оперативно подстраивается к новым условиям. Для нас ведь не секрет, что у нас жители округа, все стремятся работать в бюджете, потому что это гарантированная зарплата, это гарантированные льготы. Предпринимательство – это, конечно, ответственность и всегда риск. Взять на себя ответственность и не побояться рисков сумели десятки предпринимателей округа. Они открыли свое дело в разных сферах – сельское хозяйство, образование, медицина, производство стройматериалов. Эти товары и услуги востребованы у населения, а значит, у бизнесменов есть возможности роста. Козы, они же не столько прихотливые, поэтому будет намного избыт молока. Во-первых, детям, это же гипоаллергенные, и содержать их, девчонки, немножко. Сколько они у вас сейчас пока дают молока, козы? Козы, одно только дойное, получается, две. Ну, как бы этот самый, литр-полтора, ну, они обычные. Алексей Никитин – один из примеров успешно действующих фермеров. В его хозяйстве – коровы, козлики и куры. Свежее мясо, яйца и молоко покупают жители Тельвиски. Благо, в качестве товара сомнений нет. Фермер даже закупил спецтехнику для заготовки сена на лугах вблизи села. На эти цели предприниматель получил поддержку от округа. Грант в размере полумиллиона. Начинающие частники округа могут рассчитывать на подобную поддержку ежегодно. В 2017 году финансовую помощь получили 15 предпринимателей на общую сумму 12,5 миллионов рублей. То есть вот у нас так сферы образования хорошо пошли. Здравоохранение, что для нашего региона, частный бизнес в здравоохранении, вообще это новшество. И, конечно же, сельское хозяйство. Этим мы гордимся и будем тиражировать в дальнейшем эти проекты, в том числе по сельским населенным пунктам, обязательно. Высокие тарифы на электроэнергию, сложная логистика и маленький рынок сбыта. О своих проблемах предприниматели рассказывают на круглых столах, семинарах и практикумах с представителями власти. Хотя, как говорят эксперты, у всех бизнесменов одни и те же заботы, независимо от места проживания. В этом году у жителей округа была поистине уникальная возможность по-новому взглянуть на свой бизнес. У нас тренеры школы «Синергия» за три дня расставили все точки над «и» в вопросах грамотного ведения бизнеса. Есть гигантская ошибка у оригинальных бизнесменов, в том числе и у ваших, то, что у вас типа чего-то нельзя, вы такие все закрытые, тут все сложно, денег нет и все такое. Абсолютный бред – это основное, на чем я буду работать сегодня. Я хочу людям пояснить то, что нет вообще никаких границ и можно все рвать и метать, если делать правильные действия. Ну и, естественно, будем говорить про маркетинг, про упаковку бизнеса, про трафик, то есть такие вещи, которые сейчас пользуются популярностью наших клиентов, мы все это будем рассказывать. На практикумах бизнес-завода десятки предпринимателей прошли интенсивный курс продвинутого бизнесмена – создать свой сайт, привлечь клиентов, организовать бухучет. Эти навыки понадобятся особенно начинающим бизнесменам. Среди них и Ольга Смирнова. Около года назад она открыла мастерскую эксклюзивного текстиля. Шьет салфетки и скатерти с вышивкой на северную тематику. Делает кошельки из кожи северного оленя. Уникальные вещи продает через соцсети и на ярмарках. Планирует расширять производство и рынки сбыта. Для меня сейчас основная задача – это организовать мастерскую, полноценную мастерскую, где бы уже работали швеи, вышивальщицы, чтобы наладить уже массовое производство. И это бы позволило работать уже на более широкую аудиторию. Продвигать этот продукт уже не только на ненецком рынке, но и на российском в первую очередь. Начинающим бизнесменам оказывают всестороннюю помощь в Центре развития бизнеса. От консалтинга до аренды помещения на льготных условиях. Словом, в регионе создаются все условия для комфортной предпринимательской среды. Говорить о значительной роли частного сектора в экономике округа пока не приходится. Роль малого и среднего предпринимательства в формировании валового регионального продукта еще незначительна. Однако тот механизм поддержки, который был сформирован в регионе в последние годы, стал мощным стимулом для создания в регионе стабильной прослойки бизнес-сообщества. Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Последние дни уходящего года – отличный повод вспомнить и о культурных событиях, которыми запомнился 2017 год. Ненецкому округу в этом смысле есть чем гордиться. За 12 месяцев только в Заполярной столице было проведено более тысячи мероприятий, а в регионе реализовано сразу несколько крупных проектов. О том, как отмечали праздники и завоевывали высокие награды, расскажет Любовь Пермякова. Уходящий 2017 год пополнил копилку культурных мероприятий Ненецкого округа яркими событиями. Впервые в окружной столице прошел фестиваль уличных театров «Арктическая скрепка». Она объединила более двух тысяч гостей. А еще в регионе появился новый туристический маршрут древними дорогами Пустозерия. Кстати, по нему ходили еще наши предки более 400 лет назад. Но обо всем поподробнее прямо сейчас. В сентябрьские дни окружная столица превратилась в театр под открытым небом, где сценой и декорациями стали улицы и площади, а жители окружной столицы одновременно участниками и зрителями спектаклей. Фестиваль уличных театров «Арктическая скрепка» прошел не просто успешно, а мега-успешно. Концентрация улыбок на один квадратный метр зашкаливала. Выступления артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и Ярославля стали настоящим праздником для детей и взрослых. На протяжении трех дней они знакомились с искусствами разных жанров – акробатика, пантомима, езда на уницикле и карнавальные танцы. Мы немножко такие замороженные, нас нужно расталкивать, нас нужно зажигать, этот народ наш. И мы будем ближе к другу. Расскажи, как тебе праздник. Супер! Что тебе нравится? Все нравится! Посмотреть на искусство уличных артистов приехали зрители со всего округа. Ведь такого масштабного зрелища в регионе еще не видели. Впрочем, в этом году покорили сердца наших земляков не только приезжие артисты, но и местные звезды. Старинное село Тельвиска свой очередной день рождения встретила в кругу многочисленных поклонников. Чай, 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 народ все валит и валит тут. Артисты социально-культурного центра «Престиж» приготовили для гостей не только яркую программу, но и горячий прием. Село Тельвиска славится своим гостеприимством. Вот и сегодня гостей праздника встречали горячим чаем. А чаю было на выбор. Из мяты, иван-чая, черной смородины и других ингредиентов. Кстати, за понравившийся чай можно было проголосовать. Впоследствии он станет визитной карточкой села Тельвиска. Уже стал чаем из местных трав Валентины Шевелевой, порчуют гостей на многочисленных праздниках. Кстати, у Тельвиски будет не только фирменный напиток, но и блюдо по старинному рецепту. Им планируют угощать туристов со всего мира. Ведь именно через старинное село будет проходить туристический маршрут древними дорогами Пустозерия. Протяженностью более 20 километров. По дороге, которой ходили наши предки в первый русский заполярный город, уже прошлись десятки неравнодушных к истории жителей. Средства на реализацию этого проекта были выиграны в прошлом году. Тогда в конкурсе благотворительного фонда Потанина проект стал лучшим среди 165. И попал в число 8 победителей, получив 600 тысяч рублей. Над его созданием сотрудники музея-заповедника трудились целый год. В итоге в деревне Устье, селе Тельвиска, на Машанских болотах и других исторических точках, ведущих к Пустозерску, установили 12 информационных стендов на русском и английском языке. В этом году уже творческая звезда под названием «Аргиш надежды» привела представителей хантов, манси, селькупов, саамчук, чайкутов, эйвенков на фестивальный небосклон Дворца культуры Арктика в городе Наринмаре. Фестиваль проходил в течение двух дней, включав в себя мастер-классы, квесты, презентации, выставки и дефиле головных уборов. Шапки сшиты из металинзы, куницы и песца. Многочисленные гости фестиваля «Аргиш надежды» смогли не только увидеть многообразие севера через традиционную одежду, песни и танцы, но даже ощутить его аромат. В Наринмаре в рамках межрегионального праздника работала парфюмерная лаборатория «Духи Арктики», где жители региона сочиняли свою ароматную историю. Руководитель парфюмерной лаборатории Наталья Светлая, один из профессиональных парфюмеров в России, создала для нашего округа эксклюзивные духи. И теперь Арктику можно будет не только посмотреть, но еще и ощутить. Этот аромат я создавала, еще не побывав здесь, поэтому я создавала Арктику, как я ее представляю. То есть для меня Арктика – это аромат древесный, холодный. Здесь есть много мхов, дубово-мох, древесный мох, древесные ноты, пихто-можжевельники, кедры. Но здесь есть еще, чтобы этот аромат был такой для мужчин и для женщин, здесь есть и цветочные ноты. Ну и он очень холодный, влажный. То есть много аквадических, много древесных и много таких мшистых нот. Как признается парфюмер, чтобы создать именные духи для Ненинского округа, ей пришлось сделать невозможное. Почувствовать запах Арктики за тысячи километров. Кроме эксклюзивного подарка, в этом году округ получил многочисленные дипломы и награды на творческих и музыкальных конкурсах российского и международного уровня. 2017 год петуха оставил красивый след в культурной жизни региона. Нам он запомнится яркими карнавальными перьями и звонким пением местных коллективов. Надеемся, что и желтая собака станет не менее позитивным и дружелюбным покровителем искусств в регионе. Поэтому ждем новых искрометных событий и верных друзей. Новогодняя ночь в Ненинском округе будет теплой, обещают синоптики. В течение всех праздничных дней погода будет благоприятствовать активному отдыху на свежем воздухе и прогулкам. Самый теплый день ожидается 31 декабря. Возможно, столбик термометра поднимется до плюс 1 градуса. Будет ли погода благосклонна к Наринмарцам в последние дни уходящего года? В преддверии праздника этот вопрос задает себе добрая половина горожан. Синоптики Ненинской гидромедстанции утверждают, в Наринмарье в целом по округу ожидается тепло. Завтра в Наринмарье еще ожидается облачность, прояснение погоды и такая же холодная. Ночью будет еще минус 18-20, днем 10-12 градусов. По округу тоже холодная погода, местами даже до минус 20 градусов. А вот в последний день уходящего года, 31 декабря, погода на территории округа будет формировать область пониженного давления. Поэтому везде будет снег и в городе, и в округе. Ветер будет из западных направлений переменный, умеренный. Температура воздуха ожидается в этот день ночью минус 1-6 градусов, а днем от минус 4 до плюс 1. В первые дни нового года погода также будет снежной, правда чуть холоднее. Ветер южных и юго-западных направлений порывами до 9-14 метров в секунду. Ожидается, что температура воздуха задержится на отметке от 4 до 9 градусов мороза ночью, днем от 1 до 6. Гидрометеорологи уверены, прогноз комфортный для активного времяпровождения. Но даже если природа внесет свои коррективы в планы синоптиков, главное – душевное спокойствие. От всей души поздравить своих земляков, жителей города Наринмара, округа с наступающим Новым годом и Рождеством. Всем хочу пожелать счастья, здоровья, успехов и, конечно, хорошей погоды и в доме. В первые часы нового года сразу после боя курантов телеканал «Север» подарит вам, своим телезрителям, возможность увидеть традиционный благотворительный концерт «Добрые песни о главном». В этом году на сцене Дворца культуры Арктика он собрал 25 непрофессиональных артистов с уникальными творческими номерами. Это представители трудовых коллективов, бюджетных учреждений, муниципалитетов, окружных школ, спасательных формирований, регионального парламента, окружных департаментов, института уполномоченных. В этом году их творческие номера были посвящены Году экологии в России и Году добра в Ненецком округе. На протяжении двух концертных дней было собрано 613 тысяч рублей. Они переведены в Ненецкое региональное отделение Российского Красного Креста для оказания помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Смотрите «Добрые песни о главном» сразу после боя курантов 1 января на телеканале «Север». Таким был 2017 год для журналистов телеканала «Север». О следующих событиях и новостях мы продолжим рассказывать в наших выпусках новостей. В наступающем году мы желаем вам всего доброго и только хороших, радостных и приятных новостей.